Загляни в лавкорпагдон.ком, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео! Всем йо, мальчишки и девчонки, с вами Нитрич и играем мы в Black Desert Online. Ссылку на игру и вот на такой замечательный мягкий подарок оставлю под видео. Обязательно загляни! Думали разработчики, думали и походу надумали. А не сделать ли нам новый ребаланс классов? И назвали его Реворк. Реворк грядет! И у меня для вас уже есть информация по двум героям, с подробным разбором увиденного. Как всегда, сменяя качестве контент, ну а с тебя поставить лайк для продвижения видео в массы. Погнали! Воин. Примерно процентов на 50, а у Е стало больше, как будто в мобильной игре. Наверное хотят его сделать играбельным в масс пвп. Начнем с традиции. Абсолютно все скиллы были сильно ускорены по сравнению с тем, что было. Назад плюс ПКМ получил продление с фулустоем. Это 2-3 секунда. ЛКМ-ПКМ убрали медленный лишний замах. 6-7 секунда. На 9 секунде добавили доп.удар.прыжок с устойчивостью. Shift плюс F, это наша пробежка. Потеряла блок спереди, но стала более резкой. А также изменила свое продление, добавив в конце прыжок вперед с фулустоем. 13 секунда. На 16 секунде перед тем, как кидает копье, раньше не использовался скилл, а теперь огромная волна. Песнь битвы, которую мы агрим монстров на спотах. Получил огромное АОЕ, не только перед собой, а на все 360 градусов. На 27 секунде видно, как он прыгает прыжком с устоем. По традициям не удалось видеть больше, так что переходим к пробуде. Но если ты что-то заметил, напиши в комментариях. У всех скиллов увеличили АОЕшки примерно процентов на 20. На скилле Shift ПКМ продлили устойчивость. Устойчивость в конце именно скилла стала дольше. 42-43 секунда. Сейчас в конце этого скилла есть момент, когда анимация еще не закончилась, а устойчивости уже нет. И даже те, кто сокращали анимацию, имели небольшой пробел в защите и были уязвимы контролю. 46 секунда добавили тройную вертушку. Была на видео после скилла ЛКМ плюс ПКМ. Возможно, дали каст назад плюс ЛКМ без задержки. Или дополнительный удар ЛКМ плюс ПКМ. Но, возможно, к ЛКМ плюс ПКМ просто добавили дополнительные удары. Но выглядит эпично. 57 секунда, где бьет монстров на зарево, добавили дебаф минус уклон врагов. То, чего воины просили уже давно, но им в ответ только порезали единственный скилл, что помогал резать уклонистов. В видео в одном моменте можно увидеть минус уклон на мабах после этого скилла. Это не может быть морфом, так как зеленая иконка минус уклона. Это только со скиллов. Помог мне разобраться с воином Шангрион. Он состоит в дискорде воинов, где они всем коллективом нашли эти изменения. Шангри очень хорошо шарит в воинах и делает гайды по этому классу. Всегда может помочь. Оставлю на него ссылочку под видео и на дискорд воинов. Давайте перейдем к классу, на котором я играл довольно долго и планировал вернуться для масс ПВП в наследии. Ну, вы меня поправьте, если что будет не так, либо я упущу важный момент. Лучница пробужденная стойка. На 2 секунде добавили круговой удар с устойчивостью. Выглядит круто. На 8 секунде новый скилл с устойчивостью показывается уже отдельно. На 11 секунде новый рейндж скилл. Но вот если на него сделают какой-либо контроль, я думаю будет полезный скилл. Тем более во время его каста мы видим, что никакой защиты на нас нету. Есть надежда на полезность с контролем, либо хорошим уроном. 21 секунда сальто с ударом. Либо новый скилл, либо просто добавят доп комбинацию в виде продления после старых скиллов. И он кстати идет с защитой, это хорошо. На 28 секунде кьюшка начала бить взад себя. Можно заметить, как большая рыба дернулась. Либо этот скилл так и цепляет мобов, стоящих сзади. Напишите в комментариях, ведь я давно не играл на этом классе. Наследие. На 42 секунде отскок назад с устойчивостью поможет резко разорвать дистанцию или уйти от контроля летящего вас. Ну круто. На 52 секунде после Е пулемета, когда вы сидите в блоке и стреляете, можно выйти в новый отскок назад с устойчивостью. Тоже довольно полезно. Теперь давайте подведем итоги. На мой взгляд тут балансом и не пахнет. Скорее идет оказуаливание героев в плане их использования и закрытие дырок между скиллами, чтобы их меньше могли контролить. Почему я говорю о том, что навряд ли это баланс? Потому что вот такие бусты, которые получат лучницы в пробужденной стойке, на мой взгляд ей не сильно помогут. Но опять же, это чисто мое мнение. Напишите, ребята, в комментариях, что думаете вы. По слухам идет такая тема, что каждую неделю или две они планируют реворкать по два класса. Я думаю, через недельку или две появятся на Корее, ну а соответственно потом уже через недельку две к нам. Либо может будет, о чудо, они будут сразу завозить и на Корею и на Ру. Надеюсь, вам зашла новая рубрика и вы оцените ее. Поделитесь видосом с друзьями, обязательно подписывайтесь на канал, кто у нас новенький. Залетайте в группу в Дискорде, там связь с нами. Ну и плюс, конечно же, оповещение о стримах. Полезная информация у бота и общение с ребятами. Всем желаю отличных фановых ПВП и шикарного дропа. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока.